Друзья, всем привет, Жуков Виталий на связи. Я думаю, по мне видно, что я очень сильно хочу спать. Действительно, рынок не дает сейчас выспаться как следует. Ситуация очень нервная, очень напряженная. По довольно большому количеству негативных комментариев к прошлому выпуску, давайте с первых же секунд я хотел бы показать то, что несмотря на то, что я пропустил рост по биткоину, это не значит, что я пропустил рост криптовалюты в принципе. Просто очень большое количество людей, которые вообще не думая, несмотря на мой канал, пишут мне всякую чушь, особенно вот эти засыльные казачки с других каналов, которые там пытаются за счет меня, за счет других пиариться. Действительно, давайте я вам покажу, что вообще мне удалось заработать и в каком формате вообще сейчас стоит рассматривать рынок. Потому что действительно ситуация довольно сложная, сейчас уже теханализ начинает отходить на второй план, реально начинаю вспоминать 2017 год, когда все шло только от фундаментала, все шло только от панических покупок. И на данный момент они есть, но вы, люди, которые уже хоть какое-то время на этом криптовалютном рынке, должны понимать то, что ответственный рост у нас с вами может быть до какого-то значения, потом идет точно такое же жесткое ответственное падение. Но давайте по порядку. Начнем с того, что торгую я по терминалу ЦЭКС. Давайте посмотрим, соответственно, когда у нас начался с вами рост биткоина, я постараюсь максимально быстро все показывать. Рост биткоина у нас 1 апреля начался жесткий. Вот не буду приближать, это первые числа апреля. В этот момент те, кто следят за моими ордерами ВКонтакте, вот они. То есть здесь я выписываю все свои ордера, что я сделал. Также, кстати говоря, я выписываю особо важные ордера в сообществе на Ютубе. Вот как раз на этом мы с вами попозже разберем чуть-чуть. Когда биткоин начал свой рост, эфириум у нас болтался плюс-минус в своем стандартном положении, на котором я закупался. Это был уровень 130, 125, 130, 140 долларов я его начал фиксировать. И рост по эфириуму у нас с вами тоже начался плюс-минус от первых чисел апреля. Я фиксировался вот на этих уровнях и этих уровнях, много уровней фиксировал. Средняя цена выхода у меня получилась 169 долларов. Покупал биткоин после кучи трейдов. Они тоже были успешны. Это вы можете посмотреть уже также в группе. Эти все трейды открыты, ничего не удаляется. Соответственно, покупал я на уровне 125 долларов, продавал по 169. Давайте просто посмотрим, сколько я получил. 125, 169. Плюс-минус 35 процентов я получил. Запоминаем. Теперь откроем с вами график рипла. И обратим внимание, что все это время, вот, апрель, да, у нас был даунтренд, потом консолидация. Вообще, по риплу я хотел бы обратить внимание. Ну, чего же вот им сейчас надо будет начать сверлить, пилить все? Ладно, неважно. Хочу обратить внимание, что рипл очень сильно держит уровень 30 центов плюс-минус. То есть, этот уровень ему прям вообще никак не дают под него просесть. Ладно, обращаю внимание, то, что в апреле, когда был даунтренд, в этот момент, когда он тоже рост, я фиксировал эфириум. И вот на этом уровне я решил зайти в рипл. По 29 центов я заходил, тоже все можете в ордерах найти. И, соответственно, я заходил по 31-32 цента. Это был довольно рискованный трейд, но, учитывая общий рост биткоина и то, что все вот это должно приливаться в альту, я выбрал этот актив как самый такой актив без роста. И, соответственно, решил в него войти на все деньги, которые у меня были в эфириум, выведены фиат с эфириума. В среднем мной был закуплен актив по 30,5 центов. Соответственно, я ожидал, что мы с вами пойдем пробивать вот эту вершину. Если честно, я вообще планировал фиксироваться по 35 центов. Но очень сильно у нас возросли объемы. Плюс у нас на консенсусе 14-15 числа выступает команда рипл. Пока не знаю, что они объявят, но по-любому уже по традиции, я думаю, они объявят какие-то новые партнерства. Сейчас закрою окошечко. Опа, так потише. Я в фокусе, фокусе. Нет, не в фокусе, фокусе вроде. Поэтому, в принципе, этот актив даже на данный момент может пойти еще выше. Нам было принято решение. Я, собственно говоря, это решение описывал. Звук есть. Собственно говоря, описывал его в сообществе. То есть я пишу, что анализируя движение альты, решил прикупить рипл. Все альты полетели, кроме рипла. Решил войти. Так намечается рост. Соответственно, мы с вами увидели рост. Рост составил... Ну, это мы сейчас как раз будем считать. Часть я зафиксировал по 38,9 центов. Дальше написал, что очень сильно слежу за уровнем 40 центов. Будем, если его пробивать, соответственно, буду держать актив. Если, соответственно, будем выходить ниже вот этой вот поддержки локальной, буду выходить из актива. Собственно говоря, я увидел то, что мы уже все подбираемся к пробою локальной поддержки. Я, собственно говоря, вот можете посмотреть, вот такой вот свечечкой помог. Выкупил реально, наверное, ордеров, может, 20. Ну, прямо вот так стакан весь взял и выкупил. Ну, точнее, продал все. И, соответственно, закрылся по цене 38,37,5 центов. Ну, плюс, соответственно, 38,9. Здесь очень такое среднее дам значение, потому что у меня продажи были по 38,9. А вот это просто выкупали стаканы. Не знаю, там, знаете, где-то ордера 300 долларов, где-то было там 2, 3, где-то 5 тысяч долларов. То есть он все подряд у меня хапал. А, соответственно, берем также калькулятор. Средняя цена входа по Ripple у меня составила 0,30,5 центов. Средняя цена выхода где-то 0,38,3. Вот плюс-минус. Ну, плюс-минус 26%. 25-26%. Да, я решил перестраховаться, потому что... Ну, по Ripple сейчас мы еще обсудим. Соответственно, не тяжелыми вычислениями мы складываем 35% и 25%. И у нас получается там 60% с копейками профита на росте. Соответственно, что касается биткоина. Биткоин я с уровня 5200 упустил. Лично я его упустил с уровня 4300. Я не успел войти в позицию. Но подписчикам я говорил, что если будем пробивать 4300, то мы с вами уходим на 5200. Но мы с вами должны быть готовы к тому, что у нас все-таки решат закинуть объемы для того, чтобы поддержать вот эту всеобщую эйфорию. И здесь тоже есть ответ. Поэтому, друзья, если мы с вами пробиваем уровень 4400 долларов, то действительно есть резон влетать на всю котлету. Потому что, в принципе, во-первых, будет ажиотаж на покупку. Потому что сопротивлений, ну, таких серьезных у нас по пути не будет. И, в принципе, на уровне 5200 долларов мы с вами сможем увидеть актив. До 8400 у него сегодня был хай. Ну, 61% это можно было поймать на движении биткоина. То есть, соответственно, по тем ордерам, что я давал. Точнее, не давал. А по тем ордерам, что я давал, ну, 60% мы забрали в альтах. Если рассматривать то, что я недополучил, то, что я проспал, 95%, 30% в синдром Фома у нас с вами уходит. Да, здесь вы можете мне сказать то, что, Виталик, можно было прокатиться на биткоине, а потом еще и прокатиться на альтах. Да, можно было. Я не прокатился, но первое. Я ничего не потерял. Второе. Ну, я как бы ни херово так заработал. И то, что я там сейчас не сплю, уставший, все просто причина в том, что действительно есть возможность сейчас очень хорошо поднимать депозит. Теперь давайте посмотрим, что у нас по биткоину. Начнем с того, что биткоин у нас порвал все мыслимые и немыслимые границы. Сейчас его тянут, тянут на серьезных новостях. Новости действительно крайне серьезные. Это и багты, и фиделити, и множество проектов. И действительно, сейчас мы с вами без преувеличения можем увидеть ситуацию 2017 года. Когда техника вообще отходит на второй план абсолютно. Потому что действительно, когда есть возможность торговать по технике, мы с вами, ну, постоянно делаем плюсы. Это, извините, не фанда. Здесь нету профессионалов. Ну, их минимум профессионалов. Люди услышали, что им сказали покупать. Они покупают. Стоит ли сейчас выходить? Стоит смотреть. То есть, стоит смотреть. То есть, если у нас будет пробит уровень 7200, 7400 даже. Да, 7400. Вот если мы с вами пробиваем этот уровень, разумеется, выходить. Потому что полет там будет ого-го. Полет будет вплоть, ну, минимум 6600. А так вообще 5500. Нет, 5500. Нет, 6500. Вот это будет коррекционное движение. Какая сейчас правильная стратегия? Правильная стратегия сейчас смотреть альту. Альта вот у нас интересная. Zcash. Мне нравится. Zcash, кстати, тоже давал нам профит. Я сказал вам то, что я забрал движение плюсовое. При этом, кстати, забыл сказать именно про Zcash. Забыл сказать про Bitcoin Cash. Zcash, в принципе, вот так давайте на трех днях посмотрим. На самом деле, какого-то убер роста не показывал. Но по Zcash тоже надо аккуратненько. Здесь, в принципе, таких уж сверхсильных сопротивлений нет. То есть, действительно, если у нас будет пробой уровня, ну, это получается 75, ну, 75 долларов мы с вами пробиваем. Считаю, в актив нужно заскакивать. Кстати говоря, относительно Ripple. То есть, вот я его продал, да. И сейчас он, видите, начал тестировать. Вот уже молодец какой. Все, на 15 минутках протестировал. Вот по Ripple, вероятнее всего, уже в зону 0.36 можем ждать откат. Локальный. Насчет глобалки не буду говорить, потому что Ripple еще не выступал. Смотрите, соответственно, вот он протестировал. Сейчас будем вниз. Здесь же в чем вопрос? Вопрос был в том, чтобы вот этот перехай пробить. Здесь было дикое месио, на самом деле. Я с самого утра, с раннего сидел, смотрел, будем ли мы его пробивать. И пришли точь-в-точь вообще в этот уровень. По-хорошему, если пробиваем этот уровень, ну, вот я рассматриваю где-то вход. Вход 41 цент, если у нас будет следующее еще продолжение пампа, то, в принципе, до... Где вот он? Ну, где-то вот так. 45, 45, ну, либо совсем уже, смотрите, 50-55. В принципе, пробой этого уровня, даже это не такая сильная здесь особо. Ну, нет, есть, в принципе, сопротивление. Нет, неплохое сформировавшееся. Даже лучше вход от 45, в принципе. 45, он наиболее вероятный вход. Здесь мы в любом случае можем поймать движение в 3-4 цента, если у нас будет такой поход. Здесь же мы будем ловить до 55, то есть там 10 центов плюсом. Что же касается биткоина. По биткоину такой момент, что действительно сейчас очень сильный фундаментал. Сразу же вопрос. Виталий почему-то пропустил рост. Но, к сожалению, у меня не было инсайда по бакту. То есть вот этот рост, он был абсолютно уже очевидно, спровоцирован теми, у кого был инсайд по бакту. Мы с вами уже обращали внимание в предыдущих выпусках, то что те активы, которые покупались, они покупались явно не трейдерами мелкой и средней руки. Они покупались на промежуточных, но очень больших объемах. Кстати говоря, что касается объемов. Здесь хотел бы обратить внимание. У нас очень выросли объемы по биткоину. Нас закинули до уровня 8400. Но сейчас хочу обратить внимание на то, что объемы потихонечку падают. Тут надо рассматривать коррекцию. Глобального похода вниз не знаю. Уже не знаю, потому что на той технической ситуации это было нормально, адекватно. Так и должно было быть. Но я и сам говорил неоднократно, что, ребят, если нам закинут какой-то жесткий фундаментал, все, теханализ в пух и в прах. У нас только пойдет по фундаменталу. И фундаментал сейчас действительно серьезный. Потому что бакт фитерити – это привлечение больших средств институциональных инвесторов. То есть, в принципе, до куда сейчас дойдет биткоин? Никто не знает. Даже до 20-ки может дойти. Даже может перебить 20-ку. Все зависит от того, насколько эта новость, во-первых, себя отыграет. Насколько она кажется правдивой. Потому что не забывайте то, что все это дело будет только в конце лета. И довольно часто мы с вами сталкиваемся с такой ситуацией, что у нас потом тест переносится, тест переносится. И возможно, что эта площадка и не будет работать. И это такой был какой-то пред-пред-анонс. При этом сейчас все хорошие новости валят в кучу. И на рынке действительно начинаются панические покупки. Поэтому здесь надо очень четко следить за уровнями, работать в моменте. Друзья, я неспроста в прошлых выпусках в куче выпусков говорил. Главное, хорошая точка входа, хорошая точка выхода. По факту мы в плюсе. Но здесь стоит следующий вопрос. Будет ли продолжение роста по альтам? По каким альтам будет продолжение роста? Потому что, с одной стороны, вот говорят, что эфириум неплохо смотрится. С другой стороны, объемы на эфириум вообще не идут. Больше идет объемов на всякие нео и тому подобное. И по большому счету эфир показал очень скудный рост. И то, что я вышел с эфира, превзошел в риппл. Но я не знаю, я прям сделал очень красиво, действительно. И, друзья, действительно, сейчас такая ситуация, в которой надо быть, ну, прям готовым к тому, что будут очень жесткие сливы. И они будут. Вопрос уровня, они будут. Так как сейчас мы летим на панике, уровень, точно я вам не скажу. То, что это будут жесточайшие сливы, вы должны знать. И вы должны держать руку на пульсе. Если вы действительно торгуете на какой-то серьезный депозит, либо торгуете по-серьезки, ну, серьезно относитесь к трейдингу. Сейчас, походу, начинается вот этот вот месяц, когда у всех будет очень плохой и очень тяжелый сон. Но он, вероятнее всего, даст многим людям заработать и даст заработать без особых напрягов. То есть, учитывая только новостной фон. По поводу повтора 2017 года, походу на 20 тысяч, должны мы с вами увидеть, какой будет уровень объемов после коррекции. То есть, если мы с вами увидим коррекцию и консолидацию, поход вниз. Если мы с вами увидим коррекцию и ее начнут откупать на больших объемах, вот только будет перехай от, ну, вот предыдущей вершин, то есть, коррекция будет перехай, в рынок надо определенно будет влетать, потому что там будут уже еще более жесткие панические покупки. Своим мнением по рынку поделился, еще раз, еще раз, еще раз говорю, ребят, главное, точки входа и выхода, а не цена актива. Если был вам полезен, поддержите видео лайками, мысли свои в обязательном порядке оставляйте в комментариях. Если не подписаны на канал, подписывайтесь, работаем. Субтитры сделал DimaTorzok